Всем добрый вечер! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь» у микрофона Лизы Аникина и напротив меня, через камеру, через экран, сидит Сергей Алексашенко в программе «Цена вопросов». Мы будем обсуждать разные новости и разные вопросы, у которых есть своя цена. Сергей Александрович, здравствуйте! Здравствуйте, Лиза! Добрый вечер, зрители! Всем хорошего настроения! Я думаю, что вы отдохнули, набрались и забыли, кто у вас сидит в другую сторону. Я сегодня общалась с бунтманом, поэтому у меня как-то зафиксировалось. Сергей Александрович, простите, пожалуйста. Ну или так. Я настолько к этому привык, что меня и Сергей Александрович, и Алексей Александрович, и как только не называют, поэтому я отношусь к этому абсолютно спокойно. Самое главное, чтобы горшком не называли, правда? У меня разная тема есть, но давайте начнем с самой скучной, чтобы так раз проскочить и пойти дальше. 14-й пакет санкций Евросоюза, 116 человек и компаний, российский сжиженный природный газ, межбанковская система передачи финансовых сообщений и прочее, и прочее, и прочее. Что-нибудь интересное там есть или мы... Ну, Лиза, честно говоря, я посмотрел на этот пакет, ничего особо интересного я не нашел с точки зрения того, что как это может... Ну, то есть вот в сиюминутном режиме, вот прямо, что называется, сегодня-завтра, да, не что из этого на российскую экономику, на настроение людей, что как-то увидеть результаты всех этих санкций мы не можем. В долгосрочной перспективе, ну, я тоже как-то вот думаю, что если эффект какой-то и будет, то он будет совсем минимальным. Больше всего обращает внимание то, что Европа присоединилась к позиции США, что будем заниматься вторичными санкциями, ну, что называйте, давайте посмотрим. Вот, а так, из смешного, из смешного санкции против системы передачи финансовых сообщений, вот эта платежно-информационная система Центрального банка, которая, в принципе, создана для обмена банками между собой внутри России, это те банки, которые работают в рублевой системе платежей, ну, собственно говоря, это некий такой аналог Свифта, но работающий для банков в рублевой зоне. К нему подключены несколько десятков банков в странах СНГ, какие-то реликтовые банки в Турции, где-то там еще, на Кубе, по-моему, есть, ну, в общем, какие-то такие. Не сильно пользуются в мире популярностью, китайские банки ее избегают, они навязали российским клиентам свою систему платежей. То есть, собственно, зачем это делать, совершенно непонятно, но, видимо, для того, чтобы сказать, что вот мы еще одну систему Центрального банка подвели под санкции. Ну, опять-таки, возвращаюсь, да, что есть базовый принцип, что если Центральный банк России подвести под санкции, то все его дочерние организации автоматически попадают под санкции. Ну, не знаю. В общем, какая-то такая вот совершенно непонятная история. Вот, ну, и, наверное, то, на чем очень, мне кажется, я хотел бы сейчас немножко остановиться, это санкции против перевалки российского сжиженного газа, потому что, мне кажется, что, ну, есть сильное недопонимание того, что это означает. Вот, ведь, собственно, смысл бизнеса состоит в том, что, ну, или там российских компаний, Новотека в первую очередь, что на газовозах танкерах этих везут сжиженный газ в порты Европы, танкеры ледокольного класса, то есть они, ну, их эксплуатация стоит дорого, их не очень много, поэтому их нужно довозить до Европы, а там перекачивают газ, переливают газ сжиженный, да, в общем-то говоря, с борта на борт, но другие танкеры, которые могут уже не такие защищенные от льда, возить, что называется, по всем морям пяти океанов. Вот, и, собственно говоря, вот эта вот перевалка, вот этот бизнес запрещен, ну, и почему считается, Европа считает, почему, ну, или так сказать, кто-то считает, что это будет должно стать ударом по российской, не знаю, там, индустрии, по российскому бюджету. На самом деле Европа, приняв такое решение, ну, фактически монополизировала покупки российского сжиженного газа, да, то есть весь тот газ, который раньше шел в Европу и там переваливался на другие суда, на другие танкеры, уходил дальше по всему миру, ну, теперь он будет доходить до Европы, выливаться в европейские газовые хранилища, ну, и там оставаться. То есть Европа несколько гарантировала себе поставки российского газа, ну, что называется, здраная овцы хоть шерсти к ногу, вот, поэтому, мне кажется, такая вот абсолютно шкурная позиция Европы, но ее тоже хорошо понять можно, вот, что Новотеку деться некуда, гонять эти танкеры, ну, они там на Чукотку, на Камчатку, не говоря уже о том, что в Китае или в Японию, или в Корее, очень дорого, ну, значит, вот за неимением Гербовой будет и Новотек по-прежнему отвозить сжиженный газ в Европу и продавать туда. Вот, ну, собственно, вот такая, такая, такой анализ этих санкций. Опять повторюсь, самое главное в этом пакете, что он принят, что до него был 13-й, после него будет 15-й. Ну, а эффект примерно одинаковый у всех. По поводу каких-то последствий этих санкций, пока я уже увидела одно, обещают подорожание техники различных товаров электронных к осени, и подорожание будет до 20%. Это немало. Я понимаю, что глобально, наверное, в вопросах экономики это не столь существенно, но на пользователях, на тех, кто живет внутри России, это скажется. Лиз, я не знаю, откуда идут такие прогнозы, да, потому что... Коммерсанты. Ну, послушайте, я же не спрашиваю, где они напечатаны. Я спрашиваю, что нужно было сделать для того, чтобы такой прогноз тебе пришел в голову. Потому что если предположить даже, что все европейские санкции будут введены немедленно, и сразу что-то застопорится, то на российском потребительском рынке отскажется, в лучшем случае, через полгода. Ну, просто все, кто могли, уже проплатили. Все, кто проплатили, уже получили. И в пути эти товары. Вот. Так быстро не работает. И поверить, что за три месяца, до два с половиной месяца оставшихся до осени электроника, где есть очень высокая конкуренция, в том числе и с китайской техникой, или там с европейской техникой, собираемой в Китае, или европейскими, американскими брендами, собираемые в Китае, или Корее. Вот. Ну, я, честно говоря, не очень понимаю, что должно случиться. Но если только рубль резко девальвируется, но, опять-таки, лето – это не сезон. Не сезон девальвации рубля? Лето – не сезон. Да, это в конце августа можно ожидать. А летом как-то рубль обычно не девальвируется. Почему? Вот. Ну, сезонность такая. Почему зимой есть снег, а летом его нет? Ну, так же и с долларом. Вот он падает в конце августа, в начале сентября, а потом, ну, если падает, то где-то в начале января. Вот у него есть два такие периода, когда спрос на валюту резко превышает ее предложение. Нет, но вы же можете это объяснить? Вы столько всего знаете. Ну, я мнение, кажется, что я несколько раз объяснял, что вот это время, вторая половина августа, начало сентября – это период активных закупок валюты импортерами для того, чтобы оплачивать новогодние подарки. Да, ну, собственно говоря, поскольку Новый год, он достаточно как-то непонятным причинам привязан к первому января, вместо того, чтобы сделать плавающей датой. Ну, поэтому, собственно говоря, и покупки валюты приходится примерно на один и тот же сезон, а в это время там нефтяники, металлурги, они уходят в отпуска, у них там, собственно говоря, есть другие задачи, заботы. Ну, как-то вот так складывается ситуация, что спрос превышает предложение. Ну, каждый год одно и то же, поэтому, в общем, ничего удивительного в этом нет. Ну, посмотрим. Хорошо, если мы не ждем каких-то особых последствий, во всяком случае, скоротечных от этих санкций, то можно ждать последствий, опять же, связанных с техникой, от инициативы в Госдуме, которая пытается запретить продажу смартфонов и планшетов без доступа к отечественному приложению Рустор. Это касается, прежде всего, техники Apple. Это какая-то игра с целью получить выгоду от, не знаю, импортозамещенных каких-то смартфонов? Или это делается для Китая? Для чего? Но не просто же так они озаботились войной против яблочной техники. Я, честно говоря, не очень понимаю инициативу депутатов, которые продвигают эту идею, потому что официальных поставок техники Apple в России уже давно нет. Apple закрыла все официальные. Запретить продавать? Нет, но подождите. Значит, все, что продается, это тот самый параллельный импорт, процветание которого так радуется Владимир Путин и все его правительства. И об успехах параллельного импорта нам докладывается на каждой встрече, на каждом совещании. Ну, то есть, вот то, что хотят сделать депутаты. Ведь, вот я понимаю, если бы российские власти решили вступить в диалог с Apple, так же, как они от Google требуют, что-то такого там в YouTube делалось. Говорят, не сделайте, мы вас закроем. Не сделайте, заблокируем. Телеграм не сделаешь, вот мы тебе такую какую-нибудь козявку подставим. То есть, когда ты ведешь разговор напрямую с производителем техники, которая осуществляет ее поставку в твою страну по официальным каналам, то ты можешь от него что-то требовать, чтобы там было либо предустановлено, либо наоборот не установлено. Ну, так же, как китайцы. Они запрещают установку каких-то приложений, когда Apple продает у них свои айфоны. И, в принципе, если бы это был официальный канал, то российские власти могли бы это требовать. Но поскольку эти все каналы неофициальные, они заводятся челноками, ну, так в широком смысле слова, промышленного рода, промышленного масштаба челноками, то от кого нужно требовать? Да, ведь если, скажем, все эти айфоны будут завозиться через Турцию или через Казахстан, ну, соответственно, если там и будут какие-то дополнительные приложения устанавливаться, то по отребованию казахских или турецких властей. Потому что Apple точно отслеживает, в какую страну идут поставки. Да, но дальше приезжают российские челноки, скупают все в Турции, в Болгарии, в Казахстане и заводят в Россию. Ну, то есть, получается, что российские депутаты, они хотят, чтобы челноки чего-то предустанавливали на телефонах Apple. Я вообще не очень понимаю, как такое возможно, потому что Apple, собственно, и защищает свои девайсы с тем, чтобы ничего без его ведомого установить было практически невозможно. Поэтому, на мой взгляд, инициатива глупая. То, раз люди, видимо, не очень хорошо понимают, о чем они говорят, но им хочется выслужиться. Да, им хочется получить какой-то знак отличия, чтобы их поблагодарили. Может, премию к Новому году хотят получить. По поводу премий. Суд в Москве изъял почти полтора миллиарда у Ходорковского, и Лебедева полтора миллиарда рублей. Мне кажется, мы уже с вами обсуждали эту тему, но так как изъятие уже произошло, хотелось бы все-таки разобраться, что это за полтора миллиарда и откуда их сейчас взяли. Ну, из того, что я читал, это какие-то остатки денежных средств, которые у Михаила Ходорковского, кстати, у него сегодня день рождения, можно поздравить. О, с днем рождения. Михаил Борисович, с днем рождения. И, соответственно, у Лебедева, видимо, были какие-то деньги в банке Минатеп, который потом стал банком Траст, а банк Траст потом перешел к Центральному банку. Ну, и, в общем, там, возможно, какие-то банки находятся в специальном режиме, это банк плохих активов, туда сбрасывается всякая помойка. Но, видимо, как-то вот насчитали деньги Ходорковскому и Лебедеву, может, какие-то там депозиты у них были. Короче говоря, вот что-то у них там зависло в их банках, ну, и российские власти как это решили, а что, пусть что они висят без дела, пусть нам поработают на бюджет, на благо Родины. Ну, вот. Ассанж хотелось тоже обсудить. Это не экономическая тема, но просто как-то рядом они у меня встали. Закончилась многолетняя эпопея судебного преследования Ассанжа. Он признал часть обвинений, и взамен он фактически освобожден. Давайте про эту историю тоже немного поговорим. Длилось она с 2019 года все-таки, это уже пять лет. Пять лет он находился в заключении, в тюрьме. Ну да, до этого еще много лет находился в посольстве Эквадора в Лондоне. То есть история длится гораздо больше. Но, видимо, просто американские власти, ну, понятно, что Ассанжу стало, и ему не хотелось уже еще сидеть в тюрьме, даже если тюрьма английская, и даже если там условия более-менее комфортные. Вот. Я думаю, что американские власти тоже устали нести постоянные судебные расходы на то, чтобы проводить те или иные судебные слушания, процессы, требуя выдачи, оформляют документы. Ну и договорились как-то по-хорошему, тем более, что время уже ушло, времени прошло много. Много из того, из той информации, которую Ассанж, что называется, надыбал, разместил в сети интернет, слил в сеть интернет, вот уже и так пришло туда по другим каналам, и уже были другие утечки, уже и Сноуден, в общем, пошел по тому же самому пути и накачал еще больше информации, еще гораздо более интересной. Ну, видимо, как-то вот американские власти решили, что пора в этом деле ставить точку, а то над ним все смеются. Так вот, охотятся, охотятся, а человек сидит, ничего с ним делать нельзя. Ну, пусть, хотя бы вину признает, мы галочку поставим, знаете, как судебная система, она работает тоже там по галочке, по палочкам, да, дело закрыто, человек признал вину, ну и хорошо. О признании вины. Международный уголовный суд, который ранее выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Любовой Беловой, теперь выдал ордер на арест Сергея Шойгу, бывшего уже главы Минобороны, и руководителя российского генштаба Валерия Герасимова. Оба они подозреваются в военных преступлениях, совершенных в Украине, но я полагаю, оба не собираются ехать в страны, где могут их арестовать и передать под Международный уголовный суд. Насколько значимо сейчас это решение МУСа? Ну, наверное, сейчас оно не очень значимо, если только не считать того, что международная общественность, международное право признало, что Россия нарушает правила ведения войны и наносит удары по гражданским объектам. Собственно, об этом смысл обвинений, которые предъявляют, или подозрения, которые предъявляются Шойгу и Герасимову, что российские военные осознанно разрушают энергетическую гражданскую инфраструктуру Украины, что прямо запрещается конвенция о правилах ведения войн, в которой Советский Союз принимал участие, подписывал. Соответственно, Россия, как правоприемница, взяла на себя те же самые обязательства. Понятно, что сегодня никто Шойгу и Герасимова выдавать не будет. Понятно, что Путин твердо стоит на том, что Россия не признает компетенцию Международного уголовного суда, так же, как США и Израиль, и Китай. Но я думаю, что в недалеком будущем, когда эпоха Владимира Путина закончится, и когда Россия, следующее поколение политических лидеров, захочет нормализовать жизнь в стране и отношения, и позиции России в мире, то тема выдачи военных преступников, по крайней мере, тех ордеров, на выдачу которых выписывал в Международный уголовный суд, вполне может стать предметом переговоров. Поэтому я бы на месте Шойгу и Герасимова сильно не радовался и тому, что их сегодня не выдадут. То, что их сегодня не выдадут, не означает, что их не выдадут завтра. Поэтому к этому надо готовиться. Ведь никто же не знает, когда Путин уйдет из жизни или уйдет со своего поста. Поэтому это может случиться в любой момент. Насколько правильно называть это решение Международного сообщества, если несколько крупнейших игроков, как вы уже сказали, не принимают участие, не признают решение Международного уголовного суда? Ну, понимаете, Лиза, ведь международное право или позиция международной общественности, это же не так работает, как российское законодательство. Все, что написано, это отлито в граните, а что не отлито в граните, то сказано на словах и тоже работает. Вот это позиция страны, позиция Международного института, которая создана Организация Объединенных Наций. То, что не все страны присоединились к Римскому статуту, к статуту о создании Международного уголовного суда, ну, собственно говоря, и в ЮНЕСКО участвуют не все страны, и в каких-то других международных организациях ООН участвуют не все страны. Поэтому есть организация, созданная Организация Объединенных Наций, у нее есть свои полномочия, она прописана, чем она занимается. Можно считать, что это позиция международного сообщества. Можно считать, что Россия не признает позицию международного сообщества. Ну, так Россия не признает свои обязательства по международным договорам. В России много есть своих особенностей. Умом Россию не понять. Россия что хочет, признает, что не хочет, не признает. Но это никакого отношения к судьбе Шайгу Герасимова не имеет. Опять, никто не будет разбираться с ними в тот момент, когда их, что называется, в обмен на передачу Евгагу, предложат, например, разморозить какую-то часть валютных активов Центрального банка. Или снять санкции с Игоря Ивановича Сечеля, например. Посмотрим, кто сильнее. Кстати, по поводу непризнания. Мне вот интересен механизм. ЕСПЧ по иску Украины признал Россию виновной в систематическом нарушении прав человека в Крыму. Это был в 2020 году, кажется, подан иск. И вот сейчас принято решение о том, что, да, Россия виновата. Но Россия не признает решение ЕСПЧ, несмотря на то, что формально она как бы должна сделать, потому что иск подан был до 2022 года. Но, тем не менее, вряд ли Россия будет что-то выплачивать. Как в таких ситуациях поступает ЕСПЧ? И что вообще достается ли что-нибудь пострадавшим? Что они получают? Лиза, опять так же, как и с решением Международного уголовного суда, решения ЕСПЧ, они основаны на том соглашении, которое подписала Россия в вхождении в Совет Европы, где прописаны присоединения ее к Европейскому суду по правам человека, где прописаны жесткие правила, что Европейский суд может ЕСПЧ рассматривать, что не может, как регулируется процесс выхода, в какой момент перестает Россия отвечать по тем искам, которые к ней предъявлены. Конечно, опять мы скажем, что в России есть свой закон, который говорит, что решения Европейского суда и других международных судов могут не выполняться, а могут выполняться. И вообще, если они чему-то противоречат, они там левой пятки Путина, то, значит, не будут выполняться. А если согласованы с правой пяткой, то будут выполняться. Но опять это все, знаете как, рукописи не горят, а судебные решения ЕСПЧ никуда не денутся. Это даже еще жестче, чем ордер на арест Шойгу и Герасимова. Потому что это судебное решение высшего судебного инстанции Европы. Оно будет принято в соответствии с теми законами, с теми соглашениями, которые Россия подписывала. И России рано или поздно придется по этому иску заплатить. Опять-таки, вот это может произойти через два года, это может произойти через пять лет. Через 10, 20, 30. Лиз, понимаете, по царским долгам Россия расплачивалась в начале 90-х годов. Серьезно? Да, да, подписала соглашение с Францией, Великобританией. По долгам Временного правительства Керенского это было очень жесткое условие американских властей для того, чтобы Америка могла оказывать России в 90-е годы какую-то финансовую помощь. Потому что есть закон, что страны, которые не платят Америке по своим долгам, они не могут получать новые кредиты. Вот, поэтому рукописи не горят, а судебные решения нужно будет исполнять. Тем более, что у них будут денежные выражения. Вот, и на эти суммы будут набегать проценты. Понятно, что людям, которые, в общем, хотят что-то от России получить, от этого легче не становится. Сколько ни говори халва, в арту слаще не станет. Но мы же говорим о судьбе этих решений. Эти решения будут выполнены. По власти Оренбургской области потратили за два года 20 миллионов рублей на ликвидацию дорог к исчезающим населенным пунктам. Это цитата. Нигде не смогли найти похожих пунктов расходов. Вот получается, что деньги исчезают в никуда. Неужели не беспокоятся те, кто отвечает за российские финансы, что просачиваются такие большие суммы в тяжелое военное время на ликвидацию дорог к исчезающим населенным пунктам? Лиз, ну, смотрите, мы же не знаем, в чем состоится смысл этих расходов. Правда? 20 миллионов, вообще говоря, сумма не такая большая для Оренбургской области. Ну, смотрите, для вас она большая, для меня она большая. Для бюджета Оренбургской области она не очень большая. Для федерального Минфина вообще ее под микроскопом не увидят. А на таких мелочах вряд ли кто-то думает всерьез. То есть, это чаевые? Ну, Лиз, это, знаете как, вы пошли и купили, не знаю, Биг Мак на улице, или как он там сейчас называется, в общем, вам хотелось поесть, вы что-то купили, поели. А когда вас через два дня спросили, что вы съели, вы забыли. Ну, что-то съела, съела, на улице что-то купила, съела. Поэтому это не такие большие деньги, тем более мы не знаем, что именно в содержании этих расходов. Можно над этим смеяться и можно предположить, что это одна из схем распила бюджетных денег, что тоже на гипотезе имеет право на существование. Да, а другое дело, что, например, эта дорога, эти дороги могли идти через какие-то реки, там могли быть какие-то мосты, которые приходили в изношенное, в негодное состояние, могли обрушиться. И для того, чтобы они не обрушились, не дай бог, чтобы тот с них не упал, их нужно было разобрать, разрушить, ликвидировать. Поэтому я, знаете, такие детали, не залезая вглубь, не разбираясь, не докапываясь до мышей, объяснить воробство или это действительно необходимые расходы очень тяжело. Хорошо, тогда давайте чуть более глобальную тему возьмем. Правительство смягчило требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Мы уже так или иначе к этой теме касались, но раз уж тут идет еще один ее итог, давайте тоже об этом подробнее поговорим. К чему это приводит? Ну, скорее всего, это не приведет ни к чему, потому что, ну, и, собственно говоря, здесь я солидарен с позицией экспертов Центрального банка, которые давно говорят, что повышение или понижение нормативы валютной выручки, продажа валютной выручки никак не влияет на валютный рынок. И, собственно говоря, это не то, чтобы вот какая-то новость, до которой дошла Набиуллин, а раньше этого никто не знал. Это знали и при Игнатьеве, это знали и при Геращенко, это знали и при Дубинине, это знали и при Геращенко до Дубинина. Ну, то есть, в общем, собственно говоря, люди, которые в Центральном банке отслеживают ситуацию, анализировать ситуацию на валютном рынке, они очень хорошо понимают, что вот этот норматив продажи валютной выручки, он вообще практически ни на что не влияет. Потому что в конечном счете экспортеры, российские экспортеры, которые получают валюту от экспорта, у них расходы ведутся в рублях. То есть, они расплачиваются в рублях. Им нужны рубли для выплаты зарплаты, для выплаты налогов, для покупки машины для директора, для оплаты услуг связи, ну и так далее, и так далее, и так далее. Можно переводить много статей расходов. Если им нужно, они продают валюту. Если им не нужно, они смотрят на то, какие условия им предлагают банки, где у них более высокий доход по текущим счетам, по рублям или по иностранной валюте. У крупных экспортеров, как правило, очень хорошее отношение с казначействами крупных банков, которые для них, ну знаете, как VIP-клиент. Специальные условия, специальные требования, специальные услуги. Вот. И там, вплоть до того, что могут размещаться там однодневные депозиты. Если сегодня выгодно разместить однодневный депозит в рублях, будут размещаться в рублях. Если завтра выгодно в юанях, разместят в юанях и так далее. Вот. Поэтому вот вопрос, он перед экспортерами, ну, по большому счету, не стоит. Если посмотреть на статистику, которую Центральный банк публикует, вот, ну, собственно, последняя была по итогам мая, насколько я помню, о продажах, обязательных продажах, для продажах валюты крупнейшими экспортерами, там, 43 компании, то выясняется, что они, в принципе, продают валюты больше 90% от своей экспортной выручки. Да, при том, что норматив продажи был 80. Ну, то есть, это означает, что... А как? Ну, что значит как, Лиз? Им не нужны доллары, им не нужны евро, они боятся, что они их потеряют, что их заморозят. Поэтому вот им нужны рубли. Да, и вот там последние месяцы экспортеры продают больше 90% получаемой валюты. Потому что Центральный банк видит вместе с таможней экспортные контракты, он знает, сколько валюты они получают, он знает, когда они ее получают, потому что известны там сроки поступления на банковские счета. И вот Центральный банк говорит, послушайте, вот эти компании продают 90% с лишним. Вы от них требуете продавать 80. Скажите, пожалуйста, вот а если вы от них будете требовать 50, что-то изменится? Ответ, ничего не изменится. Ну, то есть, можно вообще, в принципе, отменить норматив обязательной продажи валюты и опять ничего не изменится. Потому что все равно российским экспортерам нужны будут рубли. Вот, поэтому, ну, вот почему правительство решило с 80 опуститься до 60, а не до 50 или до 40, или не отменить вообще, вот это ответить невозможно. Наверное, как сказать, ну, нет, ответить можно, а как бы что ни вышло. Да, на всякий пожарный. Вот, собственно говоря, на всякий пожарный решили норматив оставить. Ну, в принципе, если вы меня спрашиваете, что будет после этого, ответ, ничего не изменится. Хорошо, но а на какой всякий пожарный, может быть, эта норма нужна? Лиз, на то он и пожарный, чтобы никто не знал, какой-то всякий, на всякий, какой бы ни был пожарный, правый, левый, желтый, зеленый, красный, вот какой бы пожарный ни случился, да, чтобы в тот момент, когда вдруг почему-то по каким-то причинам рубль начнет снижаться быстро, да, и когда генеральный прокурор спросит, а что это вы ничего не делали, почему это вы прошляпили, правительство скажет, как это прошляпили? У нас все на контроле, вот, у нас было требование, чтобы продавали валюту. И поэтому вы обвинение предъявляете не нам, а ищите тех, кто ее не продавал. Вот, поэтому пожарный, он на то и пожарный случай, да, что никто не знает, в чем он состоит. Минфин предложил увеличить ряд государственных пошлин, в том числе за расторжение брака, но и не только, их там много, за смену имени, за внесение каких-то изменений в записи актов гражданского состояния, не суть. Ну, в большинстве случаев это сотни рублей, но в каких-то отдельных это в несколько раз, вплоть до восьми раз за расторжение брака. Вы говорили, что 20 миллионов это сумма несущественная, просто, ну, вот так вот. Здесь-то что за крохоборство? Ну, почему крохоборство? Если вы посмотрите на статистику, то в России в прошлом году было без малого 700 тысяч разводов. Ну, вот если с каждого развода вы возьмете по 5 тысяч рублей, то получите 3,5 миллиарда рублей. Ну, в общем, это уже сумма заметно больше, чем 20 миллионов, правда? Да, пожалуй. Вот, это примерно одна десятая процента, одна десятая процента доходов российского бюджета. Ну, то есть уже за это можно побороться. Вот, кроме того, в российском законодательстве или там в российских нормах существует более, там, несколько сотен видов пошлин. И я так понимаю, у Минфина есть какая-то абсолютно невнятная логика, в какой момент какие пошлины нужно повышать. Вот пошлина за расторжение брака, насколько я понимаю, она не повышалась лет 8. Ну, вот, кто-то вспомнил, что есть еще и такая пошлина. Ну, и решили собрать все в кучу, что не повышалось в последние несколько лет. Ну, и ввести. Поэтому, ну, к этому надо относиться так, что, ну, Минфин, на то он и Минфин, чтобы время от времени повышать всякие налоги, сборы. Все в дом, все в дом. Все в кассу, все в кассу. Ну, вот, но если вы хотите сэкономить, то нужно разводиться или в этом году, пока пошлина не получила, ну, или терпеть и экономить 5 тысяч рублей. И вообще не разводиться, а то потом еще раз захочешь замуж уйти, еще раз пошлину придется платить, а так уже все, замужем больше ничего не нужно. Ну, да, ну, или так. Такая экономия для семейного бюджета. Красота. Да, если бы я был султан, был бы холостой. Можно есть еще один салют. Вы у себя в Телеграм-канале репостили новость про Новицкого, бизнесмена, который был задержан и отвезен на допрос. У него дома устроили обыск. Вы написали, что ФСБ решила пройтись по Крупнику. Что вы имеете в виду? Что это какое-то заказное дело? Что это какие-то бизнес-интересы? Ну, Евгений Новицкий это самый крупный партнер Евгения Евтушенкова, главного владельца АФК-системы. Если я помню правильно, ему принадлежало 15% в этой компании. Ну, то есть, это человек, в собственности которого имеется несколько миллиардов долларов. Или имелось, может быть. Может, он уже все протратил. Вот. Поэтому я только в этом смысле, что российская судебная система, она не только по мелочам собирается, не только там 5 тысяч за развод, но, в общем, берется и за людей, у которых есть побольше денег, с которых, наверное, можно выжить что-то еще. И даже не очень вникая в подробности, виноват Новицкий, не виноват, осудит его или не осудит. Можно хорошо представить себе, что ему предстоят большие траты, в том числе и в пользу каких-то отдельно взятых людей, которые станут, ну, если не миллиардерами, то миллионерами после этого. То есть пытаются с него что-то вытрясти? Может, он просто реально совершил какое-то преступление страшное? Нет, я не знаю. То есть обвиняют его в хищениях, в мошенничестве. Любого человека, у которого есть деньги, можно обвинить в хищениях или в мошенничестве. Самое главное понять, найти хотя бы какие-то его финансовые операции, а потом объявить это мошенничеством. Я, честно говоря, не вникал в подробности этого дела, но я не знаю ни одного российского миллиардера, которого привлекали в какой-то форме уголовной ответственности, то есть последствия, чтобы он после этого вышел целым и невредимым, в смысле, чтобы все его состояние осталось у него. Делиться надо. Делиться надо. Это, собственно, одна из форм давления на людей, у которых есть деньги. Прямо социализм какой-то. В лучших традициях Советского Союза. Почему? Вообще нет. Почему социализм? Социализм как раз... Делиться надо. Нет, этот лозунг, вы, конечно, не помните, его прогласил в тот момент, наверное, он был министр финансов, вице-премьер российского правительства Александр Лившинс, который в середине 90-х был помощником президента Ельцина. Это его лозунг, который вошел в российскую жизнь. Давайте поговорим немного о Соединенных Штатах Америки. Моя любимая рубрика. Начнем с Дональда Трампа. Его советники представили свой мирный план по Украине. Как вам документ? Документ? Документ хороший, только мирным планом его назвать нельзя. Это такая политическая агитка, хорошо написанная, надо сказать, подробно написанная, где, я не помню, на странице 25 текста, и мелким шрифтом рассказывается история конфликта, какие решения принимались администрации Байдена, какие решения не принимали с администрацией Байдена, как проходило российское наступление, как проходило украинское контрнаступление. В общем, все, 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 очень долго рассказывается. На последних страницах, там где-то, ну, наверное, три-четыре абзаца, посвящено той формуле, которую мы с вами несколько раз обсуждали, формула Трампа по окончанию войны. Украину принуждаем сесть за стол переговоров тем, что прекратим поставки оружия, Россию принуждаем сесть за стол переговоров тем, что дадим Украине столько оружия, что вам мало не покажется. Вот. И вот где стоим, там стоим и садимся за переговоры. И что Украина не может рассчитывать на то, что она вернет всю территорию себе. Вот, собственно говоря, вот в чем здесь состоит мирный план, в чем здесь состоит новация, я, честно говоря, не очень хорошо понимаю. Собственно говоря, Трамп это озвучивал уже давно, там, в конце прошлого года. Поэтому я бы сказал так, что это такое творческое развитие. Ну, может, людям гонорар заплатили такой-то такой, да. Может быть, это такой бэкграунд для того, чтобы в ходе предвыборной кампании можно было наезжать на демократов, на администрацию Байдена. Но ничего содержательно нового я там не нашел, да. То есть вот никаких свежих идей, никаких разговоров о гарантиях безопасности для Украины, о гарантиях безопасности для России, о советско-американском диалоге, там нужно или не нужно, в чем позиция США, в чем они заинтересованы. Этого ничего нет. Есть просто очень такая простая схема. Мы их посадим за стол переговоров, а дальше хоть трава не расти. Как в детском садике, пока не померитесь и за стола не встанете. Трамп как-то комментировал эту публикацию? Нет, он никак не комментировал, но ему сейчас не до того, у него завтра первые дебаты с Джо Байденом. Я думал, что он сосредоточен на этом, но помощники, такие люди, что называется, уполномоченные, говорить, если не от Трампа, то от его штаба, сказали, что эту публикацию, эти идеи, нельзя приписывать Дональду Трампу. Все, что вы хотите приписать Дональду Трампу, он должен сказать сам. Поэтому, собственно говоря, опять, я не вижу никаких противоречий с тем, что говорил раньше Дональд Трамп, но, собственно, он на то и Трамп, чтобы в любой момент поменять свою точку зрения на прямо противоположную и сказать, ну, я же это вам так и говорил, просто вы меня неправильно поняли. Поэтому Дональд Трамп, как политика, от которого сегодня мало что зависит с точки зрения принятия решений, его позиция состоит в том, что все карты нужно держать в руках, все возможности нужно держать открытыми и в любой момент совершить самый неожиданный маневр, который может понадобиться в текущей ситуации. Поэтому, опять повторю, ничего нового там нет в этом плане, никакого плана содержательного там нет. Ну, собственно говоря, но шуму много, шуму подняли. Кстати, я, возможно, пропустила, у Байдена ведь был этот большой концерт, из-за которого он не поехал на мирный саммит, он собрал, насколько я понимаю, очень много денег, а у Трампа были подобные мероприятия сейчас? Лиз, я, честно говоря, не отслеживаю эти предвыборные поездки. Я так, из коротких комментариев, которые я временами вижу, что Трамп собирает деньги, у него их меньше, чем у Байдена, у его избирательной кампании. Но, например, такая неожиданная новость, которая буквально вчера мне попалась на глаза, что ни один из руководителей, вот называется, Forbes 100 американских компаний не внес вклада в избирательную кампанию Трампа. Что на самом деле достаточно неожиданно, потому что обычно руководители, то, что называется CEO, таких компаний, они поддерживают республиканцев. Очень много. Но не в 2020 году, в 2020 году это были единицы, а вот сейчас, по состоянию сегодня, никто из них в фонд Трампа денег не давал. Но я не слышал, чтобы штаб Трампа жаловался на то, что им не хватает, потому что временами даже появляется сообщение, что за какой-то короткий период времени, за неделю, Трамп собрал больше денег, чем Байден. Поэтому денег будет много. Я думаю, что избирательные кампании, они по большому счету ближе к осени будут начаться такие активные. Сейчас они собирают деньги и нормально живут. Пока у Трампа меньше денег, как думаете, благодаря... Нет, не так. Вот эта вот разница в финансах, она связана каким-то образом с судебными преследованиями против Трампа? Потому что я помню, что Трамп тогда на фоне вот этой кампании судебной набирал много денег. Лиз, я не буду говорить, что я там глубоко разбираюсь во всех особенностях и возможностях, куда можно собирать деньги, куда нельзя собирать деньги, на что их можно тратить в ходе избирательной кампании. Тем более, что в Америке как бы такая двухслойная конструкция, что с одной стороны есть непосредственно избирательный штамп Трампа, и который может рекламировать Трампа, а есть второй уровень, что называется, пакет, они называются, которые могут собирать деньги, могут участвовать в политической агитации, но при этом не рекламировать Трампа непосредственно. Но зато могут очень активно наезжать на Байдена. То есть такая политическая, в интересах кандидата, но без упоминания его имени. И в том числе какую-то часть денег кандидат может тратить на свои судебные расходы. Связаны они с кампанией, не связаны. Вот опять, не буду врать, я как-то не сильно этим интересовался. Помимо того, что был опубликован вот этот документ об урегулировании конфликта между Россией и Украиной, состоялись ведь еще переговоры главы Пентагона и министра обороны России впервые с марта прошлого года. Об этом что-нибудь пишут в Соединенных Штатах? Нет, пока ничего не пишут, никаких комментариев не выходило. Вау! Я немного удивлена. Я думала, что первые переговоры за год с российской стороной, с министром обороны России будут иметь какой-то эффект. Лиз, я думаю, что это, скорее всего, как бы сказать, ознакомительная беседа, потому что российский министр обороны это новый человек для Пентагона. Андрей Белоусов никогда не участвовал, я подозреваю, что он никогда не участвовал в разговорах с американскими военными. И поскольку какими бы сложными и политические отношения не были между странами, военные стараются поддерживать свой контакт во избежание возникновения всякого рода разных неприятностей, случайностей, резкого обострения ситуации, когда, например, российский самолет очень близко пролетит к американскому авианосцу, не дай бог, там что-нибудь разрушит. Надо, чтобы в этот момент руководитель Пентагона или начальник объединенного комитета начальника штаба мог позвонить российскому министру обороны или начальнику российского генерального штаба и быстро как-то вот согласовать, что делаем, что не делаем, случайно, не случайно. Вот, собственно, это вот, я думаю, что это была ознакомительность совершенно разговора, да, и договориться о том, что вот есть такая там красная, желтая, синяя линия, да, если что нужно, звони. Ну, вот, вряд ли, вряд ли на сегодня есть какие-то другие серьезные темы для разговоров, и вряд ли Андрей Белоусов готов к ним, да, даже если такие темы существуют. Я думаю, что если сегодня есть какие-то военные аспекты, которые хотели бы обсуждать российско-американские военные, это идет по линии генштаба. Просто вы говорите о том, что это сделано для того, чтобы в том числе избежать каких-то обострений, но США разрешили Украине бить своим оружием по территории России. Разве это уже не обострение? Это не то, Лиз. Это, понимаете, как это только Владимир Путин считает, что это означает, что Соединенные Штаты непосредственно участвуют в войне на стороне Украины. Российские и американские военные тесно как бы дружат, да, друг против друга, и их самолеты летают вдоль границ друг друга, их подводные лодки охотятся друг за другом, в смысле отслеживают друг друга, приближаются друг к другу, мешают проводить маневры, ну и там делают всякие гадости, что называется, не нарушая, не переходя в режим боевых действий. Ну там, мы помним, что какое-то время назад российские военные с гордостью показывали, как российский истребитель пролетает рядом с американским дроном, который летит в нейтральном воздушном пространстве, не нарушая российского воздушного пространства, и от воздушной волны, от потоков воздуха дрон падает, разрушается, да. То есть, вот много таких как бы мини-поводов для столкновений или столкновений может возникать в нейтральных ситуациях, там, необязательно у границ России, необязательно у границ Украины, это может быть и в Атлантическом океане, или в Тихом океане, около берегов Соединенных Штатов Америки, а может вообще где-нибудь в районе Гавайских островов, или в районе Австралии случится, или в районе Антарктиды, или, не дай бог, в районе Северного полюса. Правда, американские подводные туда не ходят, но российские ходят туда частенько. Вот, поэтому об этом идет речь, а совершенно не о том, что происходит в Украине. Я не знаю, может быть, вы это обсуждали на прошлой неделе с Айдаром, я не успела посмотреть, но если не обсуждали, мне бы хотелось еще про лабораторию Касперского немножко поговорить. Министерство финансов включило в санкционный список 12 представителей руководства российского разработчика. Насколько я понимаю, подозревают, что лаборатория Касперского шпионит за пользователями. Ну, у американских спецслужб давно есть подозрение, что лаборатория Касперского активно сотрудничает с российскими спецслужбами и в первую очередь с ФСБ, позволяя им следить за компьютерами своих клиентов, за информационными системами своих клиентов, передавая ему информацию. И американские власти уже несколько лет, я даже не помню, с какого момента, они запрещают использование программы простых продуктов лаборатории Касперского в госучреждениях США. Поэтому здесь, в принципе, на мой взгляд, здесь ничего нового не произошло. Ну, в данном случае попали под санкции персональные люди, руководители этой компании. И в какой-то момент, я не помню, через сколько-то месяцев, 3-4 месяца все продукты лаборатории Касперского будут запрещены к продаже в США. от Америки. Ну, вот, не думаю, что это будет таким сильным ударом по бизнесу Касперского, потому что на долю США в последнее время приходится не очень много. Думаю, что американские потребители найдут в себе альтернативные решения, собственно говоря, дали на это несколько месяцев. Ну, поэтому я так не стал бы всерьез привлекать внимание. А уж сотрудничают или не сотрудничают лаборатории Касперского с ФСБ, ну, я думаю, что в России мало кто из серьезных компьютерных компаний не сотрудничают с ФСБ. Но даже если они этого не очень хотят, то те требования, которые ФСБ устанавливает и по отношению к компьютерным компаниям, и по отношению к металлургическим компаниям, и к нефтяным компаниям, критически важной информационной структуры, инфраструктура, и по отношению к телекоммуникационным компаниям, и к отслеживанию системы интернета. Ну, в общем, российское ФСБ, даже если ты не очень хочешь сотрудничать, но работаешь в каком-то секторе, который интересует ФСБ, заставит тебя с ним сотрудничать, открывать шлюзы, давать доступ к информации и так далее. Поэтому есть ли какие-то более тесные связи у Касперского с ФСБ? Не знаю. Я думаю, что связи точно есть, а уж тесные они или очень тесные. Ну, это на любителя. Просто что такого важного может узнавать Касперский об обычных пользователях из Соединенных Штатов? Я, например, не хотела бы, чтобы Касперский что-то узнавал обо мне, потому что я живу в России, но если какие-то американские спецслужбы попытаются что-то найти в моем телефоне, ну ладно, окей, что вы там найдете важного для себя? А есть ли в телефоне Михаила Мишустина? Но Михаил Мишустин, наверное, не пользуется американскими устройствами, отслеживающими. Смотрите, ведь мы же говорим о том, что продукты лаборатории Касперского используются в том числе американскими государственными учреждениями и американскими компаниями. Соответственно, используя эти продукты, российские хакеры или сотрудники ФСБ, или сотрудники групп могут зайти в эти информационные системы и получить доступ к информации. Является она интересной, является она важной? Ну, если это какая-нибудь Мэри Смит, то, может быть, никакой важности в этой информации не содержится. А если это, не знаю, отдел кадров ЦРУ, то, в общем, можно даже и много интересного узнать. Поэтому, собственно говоря, американские службы безопасности заботятся о своих интересах. Нужно их хорошо понимать. Так же, как, в общем, российские службы безопасности заботятся о своих, о российских интересах, в том виде, в каком они их понимают. Нам вот в чате пишут, об этом лет 15 назад все знали, доброе утро. Вот даже российские пользователи 15 лет назад знали, что Касперский все данные передает российским спецслужбам. Что ж тогда Соединенные Штаты раньше не предприняли каких-то мер? Не выгнали за шею всех этих негодяев? Лиз, смотрите, во-первых, Касперский сам ничего не передает. Он передает доступ, он передает каналы доступа. А уж заходят российские спецслужбы или не заходят, это надо у них спрашивать. Я думаю, что и Касперский этого не знает. Заходит или не заходит. Во-вторых, я же сказал, что уже много лет назад, несколько лет назад, американским госучредениям было запрещено покупать продукты Касперского, и постепенно их нужно было снимать. Сейчас речь идет вообще о закрытии американского рынка для продуктов Касперского. Хорошо, еще одна тема, наверное, не только ее успеем, но все же, это про туризм в России. По Севастополю был нанесен удар, 4 человека погибли, более 150 человек пострадали, но закрывать туристический сезон власти российские не собираются на этой территории, несмотря на то, что там обстрелы, не то чтобы большая редкость. Неужели это настолько важно финансово? Или здесь все-таки идеологические мотивы? Ну, я думаю, что финансово это не очень важно, тем более, что Севастополь это не самое курортное место в Крыму. Есть более приятное, если вы хотите поехать на теплый отдых, не знаю, Евпатория или Южный берег Крыма. В общем, Севастополь это город, такой достаточно зажатый, с очень ограниченным количеством пляжей, и понятно, что он не рассчитан на массовый приток туристов. Но, безусловно, российские власти не хотят закрывать каким-либо образом туристический сезон или туристические возможности Крыма, а также российского Черного моря, Краснодарского края или Сочи, несмотря на то, что, в принципе, украинские ракеты могут туда долететь. Потому что российские власти делают все возможное, чтобы население жило в неведении о том, что Россия участвует в войне. Потому что война, она где-то там далеко, и она вас не касается. Вы не несете никакой тяжести, никаких проблем в связи с тем, что идет война. Более того, от того, что идет война, от того, что есть санкции, или там идет специальная военная операция, нам от этого только лучше. Потому что смотрите, как наша экономика поднимается. О том, что вы можете погибнуть, мы вам не говорим. Поэтому можете ехать куда хотите, тем более, что российские власти считают, что Севастополь – территория России. И запрещать поездку на территорию Российской Федерации, российские власти не видят смысла. Поэтому, да, конечно, такая абсолютно идеологическая, идиотическая, человеконенавистническая позиция. Туда будут прилетать ракеты, но, как говорится, все туристы в гости к нам. Вы еще такого никогда не увидите. Я бы еще, наверное, развернул бы рекламную кампанию в странах Европы. Если хотите ли приехать под ракетный обстрел, мы вам гарантируем. Приезжайте, пожалуйста. Это от того же самого трудового туризма, когда граждан какой-нибудь Индонезии или Кубы приглашают поработать на российских оккупированных территориях, а они оказываются где-нибудь в армии? Нет, ну это не совсем настолько. Не настолько жестко, что совсем в армии. Да нет, просто есть же разные любители экзотического туризма. В большом счете, процентов 90-95 людей, которые ездят на отдых, хотят поехать к теплому морю или, в крайнем случае, к теплому озеру или к теплой реке, чтобы отдохнуть, на пляже полежать. А любители всякого экстремального отдыха, сплав на каяках, на плотах, конные походы, походы альпинистские, еще что-то такое. Это такой очень узкий класс людей, любителей острых ощущений. И там есть, я сейчас не знаю, сейчас, наверное, все-таки, возможно, какие-то ограничения в России существуют, но, в принципе, раньше можно было и на военном самолете полетать, и на танки покататься. Но сейчас, если на танки покататься, то нужно куда-то, в сторону Донбасса ехать. Ну, в общем, тоже, знаете, это суперэкстремальный отдых. И, в общем, если вы хотите очень острых ощущений, то вам их могут предоставить. Но, опять же, это, конечно, будет не массовый туризм, а такой вот абсолютно экстремальный-экстремальный. Но такие любители, они готовы платить большие деньги. Мы как раз в предыдущем эфире с Вадимом Советским обсуждали публикацию, в которой рассказывается о психологах, объясняющих, что после войны человек, который побывал на войне, он приходит не с посттравматическим синдромом, а с посттравматическим ростом, потому что он становится лучше, сильнее и крепче. Ну, или так. Давайте еще про главную тему последних дней. Я оставила ее на потом, про произошедшее в Дагестане. Это второй уже крупный теракт за последние полгода. Конечно, с терактом в Крокусе по количеству погибших он не сравнится, но, тем не менее, это тоже связывают с различными террористическими группировками. Насколько я понимаю, пока свалить все на Запад и Украину не получается. Владимир Путин ничего не комментирует. Я даже не знаю, как это правильно сформулировать. Ощущение какой-то глобальной дестабилизации внутри страны, несмотря на попытки властей сделать вид, что все хорошо. И будто бы приходит это откуда не ждали. Со стороны, где у нас вроде как должны быть друзья. Россия же активно дружит с Талибаном, который считается террористической организацией. В принципе, с Хамасом тоже выстраивает отношения. Ну, Лиза, там надо еще добавить СИЗО в Ростове, где то же самое. Я понимаю, исламское государство. Это, конечно, тоже такой теракт. Он немножко специфический. Но после терактов в Крокусе очень много говорилось о том, что российские спецслужбы, российские правоохранительные органы не защищают ту безопасность людей, которую они должны делать. Что они занимаются борьбой с политической оппозицией, борьбой с сынокомыслием, а свою непосредственную функцию, которую, собственно, должны выполнять, они ее не выполняют. И что реальный враг России, реальная угроза России, безопасности России, российских людей, она, в общем, даже не от НАТО и не от Украины, которые, в общем, хотя Владимир Путин говорит, что они уже чуть ли не нож занесли и хотели нам ударить, но, в общем, никаких доказательств того, что Украина готовилась к наступательной операции до 26 февраля не было. Соответственно, а угроза безопасности России лежит совсем в другом месте. Не с Запада, а с Юга и с Востока. И, в общем, это даже не то, чтобы какие-то западные либеральные ценности, а наоборот, самые ортодоксальные ценности просто другого мусульманского мира. Уж куда более исконные, а я точно совершенно более исконные, чем то, что Россия пытается у себя, или Кремль пытается навязать в России. Это такие вот абсолютно, как бы сказать, радикальные, даже, по мнению многих экспертов в Коране, идеологи которых сильно выходят за пределы Корана, или такая, в общем, да, делается трактовка, маргинальная трактовка положений Корана. Люди, которые не признают государство, люди, которые готовы на любые самые жестокие преступления, любое количество людей, с которыми ты расходишься по вере или по взглядам. И на самом деле то, что за 3-4 месяца мы уже видим третий такой теракт, в общем, говорит о том, что Россию взяли как площадку для проведения разного рода экспериментов. Ну, то есть в России можно порезвиться, в России можно позаботиться. Как бы не цинично. Да, да. А почему нет? Но когда проводится эксперимент, наблюдают за процессом и делают какие-то выводы. Я здесь не очень понимаю, какие выводы можно сделать. Лиза, а откуда вы знаете, что за этим всем не наблюдают? Откуда вы знаете, что из этого не делаются выводы? Да, ведь у нас почему-то очень часто такое отношение, что вот эти люди непонятные, необразованные, в халатах с бородами, что они такие темные, несведущие. Но они точно так же, среди них есть очень образованные люди, они точно так же хорошо знают информационные системы, они умеют анализировать, собирать информацию, они умеют создавать свою агентуру, они умеют готовить и планировать, они знают сильные и слабые стороны российских спецслужб. И мы не знаем с вами, что будет или не будет через три месяца, через четыре месяца, через полгода. И точно так же, как мы не знаем позиции российских властей. По терактам? По терактам, да, конечно. Может быть, Путин потому и молчит, что до сих пор не нашли визитку Яроша. Как только ее найдут, значит, тут же выяснится украинский след, или нам через два дня скажут, через две недели скажут, что нашли кого-то, кто из Украины перевел два рубля. И что вот это и есть Украина как спонсор терроризма. Путин осознанно молчит, потому что я понимаю причины его молчания, потому что попытка... Если бы он сейчас решил, что нужно обвинить еще и ислам, и исламское государство, и исламских террористов в том, что они нападают на Россию, тогда нужно объяснять, а кто же у России союзник. Сейчас мы говорим о том, что наш союзник – это глобальный юг. Ислам – это самый, что ни на есть юг. Куда же южнее-то относительно России. И в этом отношении, так же как с войной, то, что мы с вами говорили, почему туристов не отговаривают ехать в Севастополь, ну, так же и с исламом. Сделать вид, что не заметят. Вот если об этом не говорить, то о теракте в Дагестане, о теракте в Дагестане, то, глядишь, через две недели об этом все забудут. У нас тут тоже хорошие позиции, понятные позиции. Это был Сергей Алексашенко в программе «Ценовый вопрос». Спасибо, что были с нами. Поставьте лайк, подпишитесь на «Живой Гвоздь», на Сергея Алексашенко и зайдите на shop.dirretant.media. До свидания. Спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok